Что это было? Вот эта подготовка накачивания мускулатуры со стороны Российской Федерации, чего добивался и чего добился, собственно говоря, Путин? И стоит ли здесь искать какие-то подводные камни? Нет, я думаю, вторжение однозначно готовилось. Да, это было серьезно, но в чем вопрос? Вопрос в том, что россияне, как правило, не нападают, пока у них нет перевеса в 10 раз, 8 раз и так далее. Они напитают на слабенькие. И Украина и сама по себе с нашей усилившейся армией и с поддержкой со стороны Соединенных Штатов и Британии, и Канады, там еще кого-то из европейцев, она оказалась не такой слабенькой. То есть, как, ну, короче, риски превысили эту ситуацию. Ну, поймите еще правильно, ну, например, вторгаются российские войска, и их начинают, например, утюжить приблизительно так, как армян в Карабахе, да. Ну, с этой же историей, с видео, со всем и так далее. Деморализация происходит российской армии в том числе, которая, ну, наверное, я думаю, что мне очень хочется умирать, как вообще и все, да. Мотивация у украинских войск есть защищать страну, у всех. Вот, и поэтому, как бы, риски слишком большие. Мне кажется, что Путин посчитал, что этот риск чрезмерен. Но я уже не говорю о том, что американцы могли создать зону бесполетную, точно так же, ну, совершенно на легитимной основе. То есть, не так, как в Сирии, да, просто с заявочным методом в обход Дамаска, хотя какой он там, ну, короче, в обход центрального правительства. А здесь абсолютно на легитимной основе создать бесполетную зону, уравнять шансы. И тогда там война могла бы совершенно не так протекать, как думали русские. Вот. И, кроме того, поставки вооружений американских, действительно, ну, что такое ленд-лиз в Америке? Это огроменные просто, огроменные возможности. То есть, сравнить их возможности военные, их ресурсы, которые складированы где-то там на складах. И которые, ну, которые даже показывают визуально, когда количество самолетов стоит на этих, на их базах хранения, такие, что конца края не видно. То есть, представьте, какие там возможности. Вообще, американская оборонная промышленность, это Советский Союз прекрасно знает, что такое ленд-лиз, что такое 18 тысяч самолетов, там 20 тысяч танков, там половина всего металла, половина всего, большинство алюминия. И там половина всех взрывчатых веществ, которые приходили в Советский Союз и так далее. То есть, это было тогда. Сейчас этого еще больше, еще больше. То есть, если Россия хотела бы потягаться в таких условиях, ну, я не знаю, конечно, это... Путин говорит о красных линиях, которые они сами будут выстраивать, только им известно, там, на каком уровне, где эти красные линии будут проходить. Если в случае, если вот такие масштабные поставки вооружений в Украину, они все-таки будут находиться за красными линиями Российской Федерации, можно ли ожидать снова обострения, то есть, вот, протеста России? И нужно ли на самом деле на это обращать внимание? Ну, обращать внимание на все нужно. Но нужно понимать, что у нас свои красные линии есть. У нас своя красная линия, это наша государственная граница. Мы по чужим границам, по-российским, красные линии не рисуем. Поэтому там, где есть легитимная украинская граница, признанная всем миром ООН, начиная от ООН и большой семеркой всеми странами, вообще Европы и золотого миллиарда, так называемого. То здесь вопрос о общении, и в Китае в том числе. Потому что китайцы прислали свою делегацию недавно, которая в Украине говорила о том, что они в Крым никого не пускают. Нет, нет, что вы, что вы, туда ездят, мы запрещаем нашим людям ездить в Крым. То есть это в том числе и Китай. Поэтому здесь украинская красная линия четкая, это наша граница. Теоретически Россия может, ну как бы, на своей территории, да, там проводила учения, хотя Крым это не ее территория. Но, как бы, это шревато. То есть, когда НАТО проводит где-то там, где-то в Польше или где-то в Германии учения, россияне начинают что-то слишком беспокоиться. А когда у нас прямо под границей, то, конечно, Украина имеет право на соответствующую обеспокоенность. Сегодня можно говорить о том, что Путин на данный момент успокоился, да, потому что, я почему говорю так, успокоился, потому что, ну на самом деле, вот диалог Байдена с Путиным, он мне немножечко напоминает, да, диалог там по фильмам видел, да, с сумасшедшим в всех больницах. То есть, нужно, да, там говорить хорошо, ласково, но с другой стороны, да, давать понимать, что есть какие-то углы, за которые заходить все-таки там не нужно. Сегодня можно, там, на данный момент, там, не в дальней перспективе, хотя бы на ближайшее время понимать, что Путин немного успокоился, и мы можем все-таки там действовать немного в своих каких-то видениях ситуации. Например, Зеленский, вот буквально вчера заявил о том, что он выступает за пересмотр Минских соглашений. Это же одна из красных линий Российской Федерации, на которую она не идет, она... Наоборот, мы видели со стороны Путина, что он переходит за Минские соглашения. То есть, он начал говорить Зеленскому в ответ на предложение встретиться, что вы встречаетесь с руководством республик. Каких республик? В каких республик? В Минских соглашениях написано «отдельные районы Луганской и Донецкой областей». Никаких республик не существует. Это фантом. Отдельные районы. Есть Старобешевский район, есть там Новоазовский район. Отдельные районы. Вот когда изберут в отдельные районы Новоазовский район, Старобешевский, какое-то руководство, тогда Украина будет с ним встречаться. Это будет наше какое-то легитимное руководство. Но для этого должны по Минским соглашениям выборы пройти по принципам АБСЕ. Со свободными медиа, со свободной агитацией, без подвалов, без пыточных. То есть вот так. Поэтому, что касается Минских соглашений, я не согласен, что там исчерпана для нас тема. Почему? Потому что в Минских соглашениях четко написано «выведение иностранных войск», пункты 9-10, «выведение наемников» и «выведение иностранной техники». То есть после этого, когда оттуда будут выведены все мультики, кстати, русские с паспортами, в том числе, которые они новые получили, но в первую очередь, конечно, силовые. Все эти работники силовых структур и военные российские, и наемники с российскими паспортами, которых очень много в действительности. А в войну в 2014 году были подразделения, где их было 80% сами русские. И тотально 100%. То есть сейчас, ну мы не можем, я не могу так оценить, возможно, наши и могут, там, разведкам. Но я не знаю, сколько в каких подразделениях там из российских регионов, а сколько из оккупированных территорий. Но мы видим по некрологам, которые появляются регулярно, то какой-то Абакан, то какие-то Смоленская область, то еще откуда. Мы понимаем, что кроме вот этой военной верхушки российской, которая там контролирует ситуацию, ну, как говорят, наша разведка, 3000 человек. Кроме из 30 или из двух там, или скольки. Кроме этого, есть еще насыщение самих войск российскими гражданами. То есть наемниками. И сколько их, я не знаю, возможно, треть, возможно, половина. Возможно, больше, чем половина. Вот. И когда они все уедут домой, или на Дальний Восток, Новороссию строить, то окажется, что с местными очень хорошо. Они не мотивированы. Они понимают, что в случае возвращения Украины их посадят. Это понятно, да? Да. Но у нас теоретически есть так называемая Женевская декларация, которая написана, что те, кто не совершил тяжелых преступлений, на них возможна амнистия. То есть это Женевская декларация 17 апреля 2014 года. Подписано Лавровым. А что такое тяжелые преступления? Это 5 лет. То есть все, что больше 5 лет, все, что накуролесили больше 5 лет себе, они, естественно, ни под какую амнистию не попадают. И вот таким образом, если подходить к этой ситуации, то реинтеграция произойдет очень просто. Потому что основная часть этих людей, они поймут, что они попадают под криминальный кодекс, несмотря ни на какие-то амнистии. И поэтому, собственно говоря, Россия и не хочет реализации минских соглашений. По сути, их саботирует. Потому что вот этот ключевой пункт безопасности, о котором идут дискуссии постоянно, выведение российских войск и так далее, вот этих всех, которые накопали в шахтах, танков, систем противовоздушной обороны и так далее. Их там, оказывается, в шахтах накопали больше, например, чем в Германии танков на сегодняшний день. Вот. И поэтому, конечно, Украина ждет их выведения. И начинает разговор с этого. А потом уже, да, потом политический процесс. А потом сколько нужно, например, между деоккупацией, то есть выведением иностранцев, и выборами. То есть, ну, мы видели в Восточной Словонии, в Хорватии, между введением Ауновской администрации и выборами, произошло 8 лет. 98-й введение Ауновской администрации, и Украина в том числе там была в составе Ауновских войск. И 2006-й, это передача власти местным уже все полное. То есть ликвидация этой всей истории. 8 лет прошло. Ну, пускай в Украине не 8, пускай 5. Пускай 3 даже. То есть мы понимаем, что возобновление медиа работы на тех территориях, вы понимаете, сейчас их там сразу арестуют, любого журналиста, любого, кто там что-то напишет. Их регулярно арестовывают. Конечно, чтобы происходили выборы, чтобы происходило по нормам МБСЕ избирательный процесс, необходимо какое-то время между деоккупацией и самими выборами. То есть, да, а дальше уже можно дискутировать, кто там пойдет в эту местные органы правопорядка. Могут проходить только люди, которые проходят утверждение Украины. Естественно. Те, кто там криминальные товарищи, не могут туда попасть. Поэтому, а все остальное уже дискуссии. Поэтому, вот, ключевой вопрос, это введение войск. То, что Порошенко удалось тогда вставить, и, собственно говоря, и Меркель тогда это все поддерживала, это введение войск и техники, и наемников. Ключевой для нас пункт. Поэтому в этом смысле Минские соглашения не исчерпаны. Нам нужно вот на этом делать очень важный такой акцент.